здорово космодавцы с вами рима сегодня у нас очередное видео игры под названием star citizen воу да я зашел даже с хорошим фпс у меня показывает ровно 60 фпс слушать это прям непривычно ну что ж друзья давно мы не записывали не раз к не разговаривали с вами не обсуждали разработку этой игры в общем у нас есть некоторые новости касающиеся даты выхода 3.0 да релиз планируется 3 но где-то с 5 либо с 4 по 8 либо 9 сентября но это не главное главное что мы наконец-то скоро дождемся данного это потому что сентябрь у нас в принципе не за горами у нас сейчас вроде бы 20 21 августа скоро games com мне кажется на games com и давайте посмотрим кого можем здесь выбрать о лезвию давайте лезвие убери вот так вот полетаем на лезвие ребята скоро games com появится скоро games com и там вроде бы что-то новое полу по любому нам покажут опять какой-то этот прикольную фичу мы обязательно посмотрим подблюдаем за этим делом на games com я не буду следить только за star citizen мне еще интересен другой проект это mount on blade banner lost вторая часть и еще игры в общем у нас в конце этого года начало следующего года у нас очень много игр намечается ребята которые мы любим которые обожаем они просто какие-то там трешовые игры до реально серьезные игры это первая игра конечно же mount on blade banner lord вторая часть и вторая игра это star citizen наконец-то ход какой-то контент появится в этом году и мы сможем что-то сделать в обновлении 30 нас ожидают посадки на спутники планет добыть полностью проработанная система будет инвентарь будет журнал миссии будет чем-то заняться в этой игре вот как-то так ну и по ходу дел до по ходу дела мы еще с вами полетаем посмотрим вроде бы есть там какое-то место крушения огромного корабля я не знаю не помню как он называется но в этом ну нормально вот так вот на ровной миссии ранился ладно давай часа развернемся прыгнем полетим волка вот там пукан бомбанул только что в комментариях слышали игра не выйдет это все лохотрон или я уже чувствую вашу клавиатуру на силу до бомбанул нормально что это было ладно погнали дальше так чё где остановился по сейчас сейчас найдем ребята в системе ну не в а вместо елы ела есть такое место там этот там вроде бы из крушение корабля посмотрим может быть хабарчик каком-то интересно найдем там оружие автомата либо еще что-то просто по исследуем посмотрим как вообще разрушаемость здесь реализовано отмечу то что в этой эта версия уже давно не актуально сразу бочки там уже очень много чего сделали просто они это то что сделали они еще не выложили мусор такой прикольный обалденно просто так ну чтож погнали в англский корабль конечно прикольно тогда и озвученный и нарисован реально какой-то знаете полупиратский полупришельский корабль обалденно выглядит так ничего шоссе будем отпускать нажимаем клавишу м прекрасно и погнали бы как он красиво конечно обрисован просто детализация на высоте они кстати все эти корабли еще будет переработать некоторые будут изменены там интерьер экстерьер и так далее то есть здесь как бы еще раз отмечу это старая сборка которую нам выложили то есть то что они сейчас уже сделали нам еще надо ждать до начала сентября вот а мы сейчас потом полетаем на я на местном свой пейса будет хорошо хотят здесь тоже ппс сервер попался с хорошим фпсом в основном сервера как и какие-то с плохим фпсом да заходи как он смотрит как будто наклонился и смотрит вверх прикольно так тоже получилось это все дело будет конечно же исправлять ну и наконец-то добавят инвентарь да так ела 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 держит и ела красавица моя возможно там нас пристрелить подобьют вот она ела включаем гипер драйв пошла мазута опа у нас уже есть какая-то цель так у нее оружие все работает все прекрасно отлично вот он там какой-то чувак находится смотрите вот вот там кстати и место крушения должно быть по идее где он находится вот как раз там мы сейчас немного по исследуем выйдем с корабля если найдем конечно же и будем потихонечку искать всякие разные ништяки вроде бы там должны быть какие-то сундуки да местные ребята говорят что это типа как кладбище корабли ну если я считаю если кладбище корабле значит несколько кораблей должно быть да то есть мне кажется это все тупо просто место крушения так у нас еще новые какие-то цели появляются на нашем радаре прям как он газует а все работает все прекрасно ну собственно говоря мы приехали так ну судя по тому как он выглядит это вроде бы старферер как он тут разбился если честно я не знаю вот видите где зеленые огни там говорят лут мы можем поймать получить вернее подобрать но у меня сейчас лут не интересует мне сейчас интересует что-то внутри в старферере интересно там какие-то чуваки еще ходят смотрите видите как разрушаемость просто невероятность обрисовано все ладно давайте здесь припаркуемся рядом поближе встанем уходим ух атмосфера какая музыка музон тащит просто так здорово ребята я надеюсь вы не агрессивные здесь здесь есть полю здесь по-любому кто-то здесь есть сейчас пойдут комментарии звуки в космосе это как это вот так вот ребят это вот так вот эта игра просто звук отключите и все если вы хотите погрузиться полной атмосфере в небытия будем считать что это наши радио сенсоры передают нам звук куда через радио или потом через какую-то аппаратуру можно же услышать как например солнышко издает звук либо там какие-то еще планеты и прочее так ладно я уже чувствую сейчас в комментариях умные комментарии ну давайте отсюда начнем блин а фонарик то мне не работает почему он не работает он раньше работала что-то не могу включить оп 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 вот это лаги пошли смотрите опа то есть если отдаляюсь лаги пропадает если приближаюсь лаги ну да понятно хорошо это либо галлюцинации либо действительно какие-то лаги это скорее всего лайки вообще в старте здесь можно были разными вещами заниматься начиная от охотника за головами пиратство производства торговля добыча создавать свои кланы в будущем как игра только выйдет и прочее вот и два чувака ух прямо интерстеллар вспоминаю чувак рассматривает мой корабль вернее чуваки смотрят его плать кто такой к нам пришел дару мужики вы не агрессивный привет что-то что-то мне какие-то знаки подает нормально я дядя я в тебя стрелять не буду только ты мне не стреляй братан хорошо а то потом прилечу тебя раз ладно не буду хорошо они погодно меня забили и все ну все-таки надо будет осторожней ну чё пойдемте последуем там они ведь уже залутали у них уже есть некоторые эти пушечки всякие нормально такие давайте войдем местами корабль конечно еще и освещается то есть все еще работает местами а вот так вот конечно да вот так подошел корабль увидел какой-то отчет такое мы это может включить как-то выключить нельзя да то есть можно залутаться найти каким-то ништяки и подумать ништяки пойти там на какой планете сесть и продать прикольно да жалко то что этот огни не работает у меня фонарь не работает освещение нет нифига ну-ка а здесь уже идет выход из корабля с другой стороны до похода его жестко подбили так это у нас открывается дверца и дверцы это не открывается в их старфера мы кстати с вами летали на старферы посмотрите ребята предыдувшие видео в плейлисте плейлист в описании видео обязательно посмотрите вы кстати тоже можете зарегистрироваться если пока еще нет возможно ли вы не хотите покупать либо у вас какие-то сомнения помощь тупо просто зарегистрироваться по ссылке в описании просто регистрацию пройдите а там дальше больше может быть уже когда игра будет выходить вы можете ее прикупить но имейте ввиду что до релиза игра будет дешевле намного чем после релиза полноценного релиза пока я вам не скажу нет официальной даты так это у нас грузовой отсек насколько понял скорее всего так вот бы нам как бы в реакторную попасть я уже забыл как этот корабль выглядит изнутри какие тут ходы и как тут этот ориентироваться представьте да ребята сколько мчужок на вас этот вот это будет просто экшен говорят да будут такие типа какие-то другие существа не 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 считая там вандулов да это агрессивная раса которая будет всегда воевать с с людьми там и так далее с другими фракциями но будут еще какие-то другие существа которые могут вас например там сожрать либо просто ранить либо еще что-то прикольно обалденно и полная темнота ни хера ничего не вижу спокойно поднимаемся поднять не могу не влази давай еще раз тихо тихо мы мы сейчас еще выйдем ребята снаружи посмотрим что там можно залутать тогда он не пускает походу какая-то невидимая стенка есть недоработана еще ну концепция конечно прикольная то есть задумка обалденная то что вот так вот летишь летишь опа разбит корабль ну когда я посмотрю что там из а там либо пираты ждут тебя в засаде либо какие-то реальные ништяки которые ты можешь взять с собой и погрузить в свой звездолет а так тоже можно самому устраивать засаду для других игроков да так лишь какой-то торгашку нифига себе там кто-то потерпел крушение ну давай посмотрим что там есть такой а он летит такое с этим с полным трюмом как каких-то ништяков например ну не знаю там газа чем там добывал либо торгашка у там в одной системе закупает чтобы продать другую сниму ты вот такой вот прям здесь и гопаешь угоняющего корабля все упоминалось тоже про то как вы сможете свой корабль закрывать то есть типа ставит свою тачку на сигнализацию чтобы другие не смогли забирать ваш корабль то есть сейчас в этой версии конечно же любой человек может сесть твой корабль до тех пор пока ты не а убьешь себя либо там не окажется либо не позвешь этот корабль потом тот корабль пропадает и все а здесь как-то здесь по-другому прикольная штука хорошо стреляет так первый нищечек мы уже нашли там еще где-то видите зеленой хрени слева он туда сейчас можно принципе посмотреть наш костюм специально такой знаете он сделан так чтобы не было отдачи то есть если бы наш костюм не предохранял нас от отдачи то есть от одного выстрела мы бы сейчас улетели со скоростью не знаю с большой скорости с нас бы просто кинула назад и все после выстрела этот костюм его специально сделал так чтобы все эти отдачи как-то компенсировались но это все дело идет в космосе то есть после релиза 30 выхода вернее 30 альфа версии там уже будет более-менее побольше контента посадочки всякие тоже заброшенные базы какие-то аборигены в разных планетах общине социальная часть будет чуть-чуть улучшена в общем будет намного интереснее надеюсь конечно же все это дело еще и с оптимизации поработают хотя здесь вроде в оптимизации нормально старой сборки но отмечу бывает ты захочешь на сервер у тебя там 20 fps несмотря на то что у тебя там супер-пупер компьютер я же сыграю с титан xp видеокарта опа подожди либо кто-то мой корабль пытается вскрыть либо рядом какой-то предмет с моим кораблем оказался что это такое то я обалделишь этот мой корабль ну вроде мы все посмотрели поехали дальше ну что ж друзья мои пишите свои комментарии как вы думаете за кого будете играть когда выйдет хотя бы 30 после релиза может быть это 2019 году в восемнадцатом году скорее всего релиз не будет в девятнадцатом скорее всего будет посмотрим я надеюсь в восемнадцатом году что-то быть еще интереснее после выхода 30 ну там дальше больше посмотрим потому что роберт крис робертс работает упорно раньше у него был бардак то есть я почитал огромную только переведенный дневник чувака не переводить перевел спасибо большое тебе чувак за то что ты перевел не помню как те зовут ну спасибо большое а в общем там они были у них проблемы то есть распределение сил даже бывало так то что сотрудник а сотрудник а который работает в одном в этом же офисе делал работу и сотрудник бы тоже делает уже работу и они делали ее по-разному то есть не было организации сейчас уже все все угодно нормально все сделалось хорошо то есть такие вот даже были вещи неприятные для разработчиков но вроде бы сейчас все каждый знает свое дело и каждая студия студия в сша студия там в европе студия в этом в англии уже по-разному тус они уже кажется сам знает чем надо заниматься и у каждого есть свое свое обязательство в общем как-то так ну что ж друзья просто арсизе за мы не забыли не переживайте вот уж пока здесь снимать еще нечего новостей нет ну новость про то что там делают я думаю вы можете просто зайти на официальный сайт и почитать если русские сообщества где-то все дело переводят и работать над этим информативности просто валом хотите пожалуйста заходите читайте смотрите моя задача вам показать что есть такая игра что ее разрабатывают и вот таких вот важных ситуациях моя задача мама освещает что вот ребята скоро будет 30 так что не забывайте вот пожалуйста игра вот такая игра вот это все лаги баги шмаги выход игры и прочее то есть от меня только вот такие информации ждите ну и геймплей ну и вообще у меня формат летсплея можно сказать то есть вот как то так а вот покупать брать игру вы уже сами должны решать обсуждайте устраивайте срач в комментариях это все дело приветствуется пишите что игра в это провал это лохотрон и так далее ну это вы имеете право описать такое дело но перед тем как что-либо писать про такое дело вы лучше почитайте разработку игры что сейчас делают разработчики и что они уже достигли то есть то что я ее снимаю это говорит о том что за херня до похода крис робертс он у него стоит фильтр речи то что игра провал меня сразу выкинули за грея взорвался нормально да она просто просто диктатура какая-то дискриминация даже друзья ладно устраивайте срач комментариях пишите свои впечатления ну и с вами был римос подписывайтесь на канал всем вам удачи до скорых встреч а это было как сосуд